Телеканал КРТ представляет В том числе обвала в понедельник 9 марта стоимости барреля нефти марки Brent на 24%, во вторник 10 марта наступила коррекция с отскоком нефтяных цен в пределах 10%. Наступило золотое время экспертов и аналитиков, которые пытаются предсказать дальнейшие изменения цен на нефть. Например, один из мировых авторитетов в этой сфере, аналитический центр банка Goldman Sachs, сначала предупредил о возможности падения в ближайшей перспективе цен на нефть до 20 долларов, после чего радикально понизил средний прогноз цен на нефть марки Brent до 30 долларов за баррель во втором и третьем кварталах текущего года с ранее ожидавшихся 47,53 долларов соответственно. Цитата «Прогноз для нефтяного рынка еще более мрачный, чем в ноябре 2014 года, когда ценовая война началась в прошлый раз, поскольку в этот раз она совпала с заметным спадом спроса на нефть из-за коронавируса». Конец цитаты Впрочем, Goldman Sachs на этот раз предсказывает более быстрое восстановление равновесия на нефтяном рынке, в первую очередь за счет падения добычи сланцевой нефти. Сланцевики уже при падении цены на нефть эталонной марки Brent ниже 60 долларов за баррель испытывали проблемы с получением прибыли. Для справки уточним, что российская нефть марки Урал скотируется на 1-2 доллара дешевле, а американская нефть марки WTI на 2-4 доллара ниже стоимости барреля эталонной марки Brent. Восстановление цен на нефть Goldman Sachs видит так – 40 долларов за баррель в четвертом квартале нынешнего года, 45 долларов в первом квартале 2021 года и далее 60 долларов за баррель в четвертом квартале 2021 года. При этом Goldman Sachs исходит из предположения, что страны ОПЕК+, не смогут достичь нового соглашения о сокращении добычи в ближайшие месяцы. При этом, по мнению аналитиков, предыдущее соглашение ОПЕК+, было несбалансированным и экономически необоснованным. Я обращаю ваше внимание на данную формулировку «несбалансированное» и «экономически необоснованное». Мы к ней вернемся несколько позже. Однако, это была первая реакция бирж и первые прогнозы аналитиков. Вторая реакция наступит 1 апреля, когда сделка ОПЕК+, завершит свое действие и стороны конфликта реально покажут, как далеко они могут зайти. Так, например, Саудовская Аравия начала продавать нефть со скидкой в 6-7 долларов за баррель для Китая и пока неофициально заявляет о существенном росте добычи чуть ли не до 12 миллионов баррелей в сутки. Москва, со своей стороны, устами министра финансов Антона Силуанова заявила, что готова выдержать цену за баррель в 25-30 долларов в течение от 6 до 10 лет. Между тем, Эр-Риад может позволить себе продавать нефть по 30 долларов за баррель, но ему придется увеличить добычу, чтобы компенсировать потери бюджета. Влиятельнейший арабский телеканал и информационное агентство Аль-Джазира утверждает, что Эр-Риад сводит свой бюджет при 83 долларах за баррель, в то время как Москва при 42. Однако это немного лукавые цифры. Дело в том, что саудиты могут сравнительно легко отказаться или перенести целый ряд крайне дорогостоящих проектов по строительству умных городов за сотни миллиардов и различных имиджевых проектов за десятки миллиардов долларов. В то же время российский бюджет во многом перегружен социальными обязательствами, а также льготами и преференциями для олигархов. Хотя и здесь имеется пространство для маневра за счет переноса дорогостоящих национальных проектов. В любом случае, у Москвы имеется достаточный запас прочности, чтобы не напрягать население социальными проблемами в преддверии референдума по конституционным поправкам 22 апреля, на котором необходимо соблюсти минимальные электоральные приличия. Так что, хотя еще соглашение ОПЕК плюс действует, но все уже начали реагировать на последствия его отмены. Именно поэтому можно предположить, что реакция основных игроков после 1 апреля будет менее драматичной. Впрочем, о драматизме позаботятся СМИ. Уже сегодня они пестрят заголовками. Рейтерс. Россия против Саудовской Аравии. Сколько они способны вытерпеть в ценовой войне за нефть? Дивельт. Германия. Вот почему Россия рискует потерпеть экономический крах. Форбс. Россия победит Саудовскую Аравию в нефтяной войне. На самом же деле, ситуация не столь однозначна, как рисуют ее броские заголовки, и не столь черно-белая, как нефтяное противостояние Москвы и Эрриада. И главной жертвой ценовой войны, скорее всего, окажется сланцевая нефть. Статья Форбс озаглавлена интригующе. Россия отломила одну ножку у трехмногого стула американской сланцевой индустрии. Автор материала Дэвид Блэкман утверждает, цитата. Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом, благодаря существованию фигурального трехмногого стула, обеспечивавшего ее опору. Тремя ножками этого стула были возможность легально экспортировать нефть в другие страны, действующая лицензия на строительство трубопроводов и применение технологий гидроразрыва пласта, существование сделки ОПЕК+, которая ограничивала объемы экспорта других стран-производителей нефти. Пока все три ножки стула были на месте, цены на нефть оставались достаточно приемлемыми для того, чтобы американские операторы сланцевых месторождений продолжали бурить скважины, увеличивать объемы добычи и по большей части оставаться прибыльными. Однако, если лишить стул хотя бы одной ножки, это нарушит деликатный баланс и, возможно, обернется серьезными проблемами для того, кто на нем сидит. В пятницу, 6 марта, Москва лишила этот стул одной из его ножек, отказавшись пойти на дополнительные сокращения объемов экспорта нефти. Конец цитаты. Помните фразу из обзора Goldman Sachs о несбалансированном и экономически необоснованном соглашении ОПЕК+. Там, между строк, а здесь вполне четко утверждается, что главным бенефициаром этой сделки стал сланцевый сектор Соединенных Штатов и, соответственно, он же стал главной жертвой ценовой войны. Действительно, производители сланцевой нефти не очень хорошо переносят цены ниже 60 долларов за баррель, еще хуже, ниже 50 долларов и совсем плохо, ниже 40 долларов за баррель. Именно закредитованные сланцевики показали худшие результаты падения стоимости акций в эти дни. Однако и здесь не все так однозначно. Действительно, для независимых разработчиков сланцевых месторождений угроза банкротств крайне высока. Однако там, где добыча сланцевой нефти осуществляется подразделениями крупнейших нефтегазовых компаний, никакой угрозы нет. Кроме того, американская процедура банкротства направлена прежде всего на сохранение бизнеса, а не на удовлетворение требований кредиторов, благодаря чему сланцевые месторождения большей частью сменят владельца и будут законсервированы до лучших ценовых времен. Более подробно о том, что происходит в нефтяном секторе, мы поговорим с экспертом в энергетической сфере Валентином Землянским. Добрый вечер, Валентин. Добрый вечер, Дмитрий. Первый вопрос. Существует ли дефицит нефти или, наоборот, ее избыток, что так резко меняются в течение одного-двух дней цены на биржу? Нефть балансируется, ну, как любой ресурс, но мы как раз столкнулись вот в последние несколько месяцев, это не произошло вчера, последние несколько месяцев как раз ее с переизбытком. То есть это было связано с произошедшей во время Соединенных Штатов так называемой сланцевой революцией, да, то есть когда увеличились объемы добычи и штаты вышли как экспортеры уже, а не как импортеры нефти. То есть плюс на это наложилась экономическая рецессия, плюс на это стал накладываться, ну, это уже последние 2-3 месяца, это сообщение о коронавирусе, ну, то есть которое также негативно отразилось на объемах, плюс теплая погода в Европе, которая точно так же не способствовала увеличению. Ну, и дальше все сошлось вот 6 марта на встрече ОПЕК+. То есть когда стороны не смогли договориться о том, что за счет сокращения своих долей на мировом рынке, вот они и дальше будут сокращать объемы добычи. То есть речь-то шла вот все время на этих встречах ОПЕК+, о сокращении объемов добычи. Поэтому дефицита, к вашему вопросу, дефицита как такового нет, ну, и не было по определению. Но тогда можно предположить, что самый большой профицит вклад внес Китай, потому что многие предприятия у них просто стоят полтора-два месяца закрыты, ну, фактически, на карантине. И в течение нескольких месяцев, если Китай будет возвращаться к своей традиционной экономической активности, которая, допустим, была там осенью прошлого года, по идее цены должны вернуться к каким-то вменяемым значениям, даже без ОПЕК+. Не совсем так, потому что и Россия, и Саудовская Аравия после того, как была неудачная встреча, заявили об увеличении объемов добычи. То есть ряд настаивает на том, или говорит о том, что они поднимут добычу до 12,3, если я не ошибаюсь, миллионов баррелей в сутки от сегодняшних 9, с небольшим 9,7. Если не ошибаюсь, они 26% заявили увеличить. Да, в 20% увеличение. А Россия увеличивает несколько меньше. Они говорят об увеличении на 500 тысяч баррелей. Но в любом случае это увеличение. Даже в серьезной деловой прессе, ну не даже, а там, к которой мы привыкли, Ройтерсы, Форбсы и прочие... И прочие Блумберги, да. И прочие, да, Блумберги. В них говорится, зачастую говорится, о ценовой нефтяной войне между Саудовской Аравией и Россией. Но ведь очевидно, что правильно говорить о войне Саудовской Аравии и России против всех остальных производителей нефти. Ну, речь идет больше о Соединенных Штатах. То есть речь идет о Канаде. То есть это добыча нефти из битумных песков. И речь идет, в принципе, если цены будут снижаться дальше, по офшорным месторождениям, типа Мексиканского залива. И там, и там, и там себестоимость добычи выше, чем себестоимость в Саудовской Аравии или в России. Но там же нужно учитывать еще и другие факторы. То есть это показатели, которые заложены в бюджетах. Нефть будет, ну, скажем, наиболее видимым индикатором экономических процессов, происходящих в той или иной стране. Но я думаю, что, скажем, движущие силы происходящего, они более масштабны и более глобальны и лежат явно не в секторе энергетики. Ну и в подтверждение ваших слов, ранее скажу, что показатель такой нервной реакции – это пики по золоту и минимумы по государственным казначейским обязательствам. Но тогда, как бы, последний вопрос. Получается, что действительно украинские ВГЗ не самое лучшее место для вложений. Вы знаете, я на одном из эфиров после перечня всех событий, так сказать, на мировых биржах сказал, и наконец-то все взгляды устремились на Украину. А как же там? Что скажет на это Киев? Ну, безусловно, будучи ресурсозависимой, открытой экспортоориентированной экономикой, это можно как мантру уже произносить, то, конечно, вложения в ВГЗ, как говорили все наши коллеги, экономисты, по поводу того, что они являются весьма высокорисковыми. То есть это спекулятивный капитал, который зашел, к которому более того создали тепличные условия для заработка, поиграв с курсом гривны на входе и, соответственно, сейчас на выходе. Вот, и мы видим обратный, кстати, процесс, который удачно так совпадает с кризисом, и гривна продолжает откатываться на те позиции, на которых заходили западные так называемые инвесторы. Их же инвесторами. Ну, это спекулянты. Спекулянты, по сути дела, спекулянты. Поэтому я думаю, что этот пузырь сейчас начнет очень активно сдуваться. И, честно говоря, я не завидую новопришедшему премьеру. И можно только поаплодировать, так сказать, староушедшему премьеру, который очень вовремя спрыгнул с этого корабля, я выражаю словами Владимира Александровича Зеленского, в котором приходится постоянно стоять в раскорячку и затыкать все новые дыры. То есть новой дырой добавится, как бы, в виде лопающегося пузыря государственных ценных бумаг Украины. О событиях, происходивших на нефтяных и иных сырьевых биржах, мы разговаривали с экспертом в сфере энергетики Валентином Землянским. Благодарю вас, Валентин. Спасибо, Дмитрий. Войну, в которой главной жертвой является третья сторона, трудно назвать войной. Скорее можно говорить о конкуренции между Саудовской Аравией и Россией за рынки сбыта, в которой предполагается переделить долю рынка, занимаемую сегодня сланцевиками. Однако это далеко не единственная цель, ведь рынок можно переделить и за счет менее удачливых коллег-нефтянников. Давайте быстро пробежимся по еще нескольким жертвам и бенефициарам конкуренции между Эр-Риадом и Москвой. Среднесрочное падение цен на нефть сильно ударит по экономике Ирана. Самому неудобному врагу США в мире, неудобному конкуренту Турции в регионе, неудобному союзнику Москвы в Сирии. Причем, скорее всего, агенты Вашингтона попробуют использовать социальное недовольство для расшатывания ситуации в стране. В еще большей степени под ударом окажется бюджет Азербайджана. Несколько меньше рискует Казахстан, но эти страны становятся зонами с наибольшими рисками нестабильности на постсоветском пространстве. Выигрышем может оказаться Минск, для которого цены на российскую нефть становятся приемлемыми, что открывает возможности для договоренностей с Москвой. Почти на уровне Саудовской Аравии доля бюджета, формируемая от экспорта углеводородов, у Алжира. Только нет резервов, но имеется внутриполитическое напряжение и открытая граница с погруженной в конфликт Ливией. Венесуэла при новом падении цен на нефть рискует стать легкой жертвой Вашингтона. Тем более, что Дональд Трамп недавно в своем выступлении перед Конгрессом обещал нечто подобное. Кстати, даже в отношении самих штатов ситуация разнонаправленная. При финансовых страданиях нефтянников и сланцевиков дешевеет бензин, что является одним из аргументов Трампа накануне выборов. Падение акций на биржах компенсируется притоком денег в казначейские обязательства, доходность которых упала до исторических минимумов. По десятилетним ниже полутора процентов, по тридцатилетним около 0,7 процентов. Американские трежерис представляются инвестором самой тихой гаванью на фоне нефтяных и биржевых бурь. И мы желаем Вам успеть спрятаться со своими сбережениями в утесах, пока буревестник только идет на взлет. Продолжение следует...